Как относитесь к компании Тесла и электромобилям? Есть ли у них будущее? В целом, равнодушен. То есть, такое достаточно странное явление, на мой взгляд. То есть, на мой взгляд, говорить, что это имеет какое-то развитие и вес, можно только тогда, когда он в Питере сел, в Москву приехал, а по дороге у тебя заправки для электрических автомобилей. Заправка для электрического автомобиля, в моём понимании, это разряженную батарейку вынули, заряженную вставили. Это не значит, что я там воткнулся в розетку и 5 часов курю, когда можно ехать дальше. Это полная фигня. Ну, для езды на короткие дистанции, наверное, уже вполне... Мы вот ездили в Дрезден, там ходили на завод Вольксвагена, а я не сильно в электрических автомобилях разбираюсь. Типа вот его включил, тебе сразу экранчик, и он тебе два радиуса очерчивает. Вот досюда ты можешь доехать туда и обратно, а вот досюда только туда. Ну, вот я, например, 100 км в день проезжаю, а тот автомобиль, я боюсь наврать просто, он там в пределах 140, наверное, за день проезжает или что-то такое. Ну, лично мне бы хватило. Это при том, что 50 туда-50 обратно – это достаточно много для городского, так сказать, автомобиля. На данный момент это так, прикольная какая-то штука такой. Оригинальный девайс. Под... Все рассказывают, что это там что-то экологичное, еще что-то. Давайте посмотрим, насколько сильно загрязняет окружающую среду добыча, лития какого-нибудь, переработка, изготовление этих батарей. Какой вред это наносит окружающей среде? Раз. Какой вред окружающей среде наносят электростанции, которые перегораживают реки, взрываются как в Фукусиме. Это два. Ну, и уже после этого будем что-то говорить. Оно там полезное, не полезное. Иначе, если слушать Илонов, Масков, то как-то это о недостатке серого вещества говорить. Есть ли у них будущее? Ну, конечно, есть. Почему нет-то? Конечно, есть.